Для фотографа дикой природы очень важно быть в том месте, где он мечтает. Барнаульский фотограф Евгений Борисов посетил чуть ли не полсвета. Одна из его работ даже выиграла конкурс от National Geographic. В рамках фестиваля заповедной культуры в Гмилике фотограф делится впечатлениями от последней поездки. Двухмесячная экспедиция длиной в 67 тысяч километров проходила через Дубай, Уганду, Мадагаскар и Южную Джорджию. Для меня, как и для фотографа дикой природы, Южная Джорджия является фаворитом. Потому что это труднодоступное и редкое место, где большое количество животных, птиц в одном месте и без вмешательства людей. Особенность места в том, что это почти Антарктида. Поэтому до Южной Джорджии необходимо добираться на корабле со стороны Патагонии либо Фолкландских островов. Евгений Борисов с другими фотографами шли через Атлантический океан 4 дня ради этих снимков. Кстати, любимым животным всей экспедиции он назвал королевского пингвина. Ну это реально, у них семейные узлы, прямо ценности. Мне кажется, что если сказать, что семья, что касается животного мира и семьи, наверное, пингвины одни из самых преданных и заботливых животных. Евгений, кстати, не только показывал свои снимки, но и оценил чужие. Поскольку стал жюри полуфинала в конкурсе фотографий дикой природы Алтая. С Евгением мы знакомы уже третий год. Мы его вовлекли на самом деле в наш проект. Он у нас член жюри фото-выставки «Живая природа Алтая». Ну и так совпало, что он в это время в Барнауле, во время фестиваля. Поэтому накануне опять большой поездки. То есть вот он сейчас фактически только проводит у нас мероприятие. После этого опять уезжает в большую поездку. Уже в среду Евгений отправляется в Таиланд, а в начале февраля переместится в Японию для съемок журавлей и снежных обезьян. Кроме того, сейчас он хочет подать свои снимки на международный конкурс «Золотая черепаха». Шансы на победу большие, ведь в прошлом году фотограф взял в нем третье место. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.